Дорога медиатор, весь зон одетелся на этом уровне, они не могут стать чемпионами, если получат отчеты на этот разок. Веснук, привет, кольцо. Веснук, привет, кольцо. Да, господа, ему удалось заставить противника отрыться. Он двигается по полю, он уже близко, он сможет зафигеть на стол. Веснук, привет, кольцо. Добро пожаловать в ЦРУ, дамы и господа. Мы рады, что вы с нами в этом деле. Меня зовут Джон Кларк, и вы будете подчиняться мне во время выполнения этого задания. Для меня честь работать с вами, ваши успехи в Западной Вирджинии очень впечатляет, но я попрошу вас слушать внимательно, потому что мы здесь действуем несколько другими методами. Как вы все хорошо знаете, два дня назад в Балтиморе было взорвано ядерное устройство. Но почти никто не знает, что из-за этого взрыва едва не началась война между нами и Россией, так как некоторые улики указывали именно на нее. Но, как оказалось, России тут ни при чем, и нам очень повезло, что при принятии решений смог возобладать здравый смысл. Если бы не это, мы легко могли бы оказаться втянутыми в полномасштабный обмен ядерными ударами. Разбираясь с уликами, наши разведчики смогли обнаружить еще несколько ключей к разгадке. Бомба была привезена в Балтимор на корабле, прибывшем из Хайфа. Разведка полагает, что этот канал уже не единожды был использован для перевозки оружия. Мы хотим, чтобы вы отправились туда и выяснили, кто, что и куда отправляет по этому каналу. Израильское правительство поддерживает нас в этом деле, но все должно быть сделано быстро и аккуратно. Чтобы ветерок не донес новости до руководителя этой операции, и они не успели уничтожить свои записи. Нас интересуют две вещи. Первая. Это декларации судового груза на все корабли, покинувшие ДОК за последний месяц. Вторая. Вы должны проследить их поставщиков. Для этого нам понадобится полный список серийных номеров оружия, находящегося у них на складах. Держитесь тише воды и ниже травы, и если поднимется тревога, убирайтесь оттуда как можно быстрее. Нам совсем не нужно привлекать внимание публики к этому вопросу. Третья миссия. Цена страха. Пустынный сад. Давайте доклады расцветки почитаем и вообще в сюжет. Удар по Балтимору. Балтимор. Власти все еще ищут ответы на вопросы, связанные с произошедшей в воскресенье в Балтиморе, штат Мэриленд, разрушительной террористической атакой. По подсчетам более чем 100. По подсчетам более 100 тысяч человек считаются погибшими на месте взрыва, произошедшего на стадионе, где проходила воскресная игра за первенство. Десятки тысяч людей все еще считаются без вести пропавшими. Высокая радиоактивность в эпицентре взрыва затруднила спасение потерпевших, поскольку снаряжение пришлось доставлять с Балтимор со всей страны. Эта бомба с очень высокой вероятностью была ядерным устройством, сказала представительница ФБР Джоанна Слейтон. Наши самые страшные кошмары стали реальностью. Власти предполагают, что потребуется несколько дней, если не больше, чтобы определить реальные масштабы нанесенного ущерба. Выражение соболезнований и поддержки приходит к нам со всего света, в то время как мировые лидеры высказывают солидарность с народом Америки в это тяжелое время. Президент высказал свои соболезнования и слова поддержки находящемуся в трауре народу и пообещал, что виновные принесут заслуженное наказание. Мы нисколько в этом не сомневаемся. Это была террористическая атака на американской земле. Мы найдем тех, кто несет за это ответственность, и они заплатят за свои преступления. Сообщение по каналам ЦРУ На волне событий в Балтиморе ЦРУ сформировало новое спецподразделение. Его цель – выследить и передать суду тех, кто несет ответственность за взрыв. Это спецподразделение включает в себя бывших членов группы спасения заложников, ранее относившихся к ФБР, в том числе и вас. Вы и остальные члены группы были выбраны благодаря своей тренированности в боевых действиях, в тесных помещениях и операциях в зонах с гражданским населением. Полевой командир нового подразделения – Джон Кларк. Теперь он будет отдавать вам приказы. Кларк – опытный специалист в полевых операциях. Он служит в ЦРУ, а также имеет военное прошлое. Он проинструктирует вас о деталях операций и расскажет об их задачах. Аналитик ЦРУ Джек Райан, который смог найти способ разрешить трения между США и Россией, будет заниматься разведкой для этой спецгруппы. Как только он обнаружит новые данные, касающиеся ситуации, он тут же выдаст вам новую оперативную информацию. Весь свободный мир ждет результатов, которых вам удастся достигнуть. Удачи! Порт Хайфа. Досье. Таможне Соединенных Штатов удалось обнаружить маршрут, которым воспользовались для доставки ядерного устройства в Балтимор. Оно было доставлено через порт Балтимора, а затем перевезено в место проведения игры на микроавтобусе, угнанном от здания телестанции в Западной Вирджинии в канун Нового года. Совершенно очевидно, что корни всей этой операции пролегли глубоко. Еще более интересна та остановка, которую сделала бомба, прежде чем попала на территорию США. Она прибыла на борту грузового корабля, который в последний раз приставал к берегу в Хайфе, Израиль. Весь его груз прибыл со складов в районе доков Хайфа, которые, по подозрениям ЦРУ, давно уже являются базой для торговцев оружием, которые, в числе прочего, имеют дело с биологическим и химическим оружием и их компонентами. Кажется, теперь на этом складе хранится и ядерное оружие. Размах проводимых там операций и влияние организации, стоящей за этим бизнесом, должны быть немедленно определены. Задание. Забрать документы из офиса. Отправляйтесь в офисное здание, находящееся в северо-западном углу комплекса, и заберите оттуда все судовые документы, связанные с грузами, портом прибытия которых указан в Балтимах. Получите информацию об оружии. На рабочем месте старшего офицера одного из складов вы должны найти список серийных номеров для всего оружия, которое там хранится. Достаньте этот список, чтобы мы смогли проследить поставки и вернуться к зоне эвакуации. Доставьте свою команду обратно в док в целости и сохранности. Мы заберем вас оттуда. Крайне желательно не поднимать тревогу. Тревога будет поднята, если хотя бы один из охранников заметит вас и успеет включить сигнализацию. Постарайтесь не допускать продолжительной стрельбы, избегайте прожекторов центральной охранной башни. Если поднимется тревога, вы должны будете все закончить и убраться оттуда до прибытия на место представителя местных властей. Оружие для этого нам понадобится максимально тихое, поэтому мы берем МП-5 с глушителями. Мы должны создавать как можно меньше шума. Отлично, тогда мы будем стрелять тихо. Так, надо абсолютно быть бесшумным. Если поднимется тревога, то включится таймер, там все надо будет успеть сделать за 4 минуты, а я не хочу в попыхах что-либо делать. Враг убит. Этот готов. Еще один готов. Так, через ангар идти поверку опасно. Зайдем снизу. Еще один. Объект уничтожен. Еще один. Под прожектор попадать нельзя. Давайте вот этот он... Хотя нет, давайте я сейчас еще вот туда схожу. Зацепил еще одного. Враг уничтожен. Там их двое. Второго тоже надо снять. Дурак уничтожен. Пострелил в голову. Четко прям. Так, ну доки вот в этом здании. Причем туда, я как понимаю, только по лестнице, что ли, можно зайти. Опа. Кто-то разгуливает, как ни в чем не бывало. Давайте я тогда и в этот ангар сейчас загляну, чтобы нежданчика не было в конце вдруг ни с того ни с сего. Хм, а вот того наверху кто снял, я не пойму. Прикольно. Уже мертвый лежит. Так, ну нам надо вот в это здание. Первым... Вперва нам нужно найти документы. Документы из офиса достать. Противник нейтрализован. Противник нейтрализован. Противник нейтрализован. Не ожидали? Так, документы мы нашли. Теперь нам нужно документы об оружии достать. Этажом ниже. Противник нейтрализован. Нет, это там на улице кто-то есть, но здесь вроде никого. Что, опять на улицу? А зачем мы тогда заходили в это здание? Под прожектор попадать нельзя, но вот конкретно под баш... Под башней прожектора не светят. Опа! Они заметили нас! Хватайте документы и выметайте жертву! Враг нейтрализован. Сработала сигнализация, быстро надо хватать документы и драпать. Враг нейтрализован. Сейчас они начнут сбегаться со всей округи сюда. Цель уничтожена. Враг убит. Так, документы об оружии взяты. Ну и сейчас только добраться живыми до точки эвакуации осталось. Времени, чтобы уйти, достаточно. Полиция прибудчей 4 минуты. Да, мы за 4 минуты тут 10 раз уйти успеем. Мы-то уже тут практически всех убили. Здесь на базе живых-то не осталось. Два человека вон, судя по индикатору, где-то остались. Один из них, кстати, вот в этом ангаре. Все, миссия пройдена. Было дополнительное задание не поднимать тревогу. Но здесь задоп-задание никак не награждают, поэтому смысла нет.